Здравствуйте! В эфире программа «Владимир Петухов приглашает». Начну сразу же с приятного. Слава Богу, открылся сезон в галерее «Аль-Хаят». Замечательный выставочный зал, где демонстрируются великолепные картины. Так что милости просим разделить вместе с нами эту радость. Найти нас абсолютно несложно. Прямо на пересечении двух улиц Гоголя и Иваницына, галерея «Аль-Хаят». Гость сегодняшней программы, а если уж быть совершенно точным, гостья, очаровательная журналистка, очень известная журналистка. Я думаю, вы знакомы с ее публикациями. Сегодня в гостях у меня обозреватель при главном редакторе газеты «Вечерний Бишкек» Виктория Куренева. Здравствуй, Вика. Добрый день. Ты уж позволь мне фамильярности, уж не знаю, как расценивай, но я буду на «ты», потому что мы друг друга очень много лет знаем. Было, наверное, глупо бы обращаться на «вы». Да, так будет удобнее, я думаю. Да, вообще я хочу сказать, что это упущение, мое в частности, что ты появляешься в моей программе первый раз. Сколько я понимаю, вообще на телевидении ты первый раз появляешься. Это дебют твой такой, я тебя с этим поздравляю. Спасибо. Но волнение вообще тебе не должно быть присуще, насколько я понимаю, потому что ты же вот как-то несостоявшаяся актриса. Ну да, да, да. Грязевшая сцена, да. Поэтому не волнуешься? Да, вроде нет. Ну и прекрасно. Вроде замечательная компания, как бы приятные люди. Прекрасно. Волния нет. Вообще я хочу сказать, что твой же выбор в профессии журналиста был совершенно случайный. Абсолютно. У тебя было две дороги. Либо в спорт, в профессиональный, либо на театральную сцену. Ни по той, ни по другой дороге не получилось, да? Нет. Не знаю, к счастью или к сожалению, но да, так вышло, что в журналистике оказалось совершенно случайно. То есть там был период спортивной жизни, когда в школе училась в спортивном классе и занималась 10 лет волейболом. Допустим, мой папа мечтал, что я пойду по этой стезе, стану не знаю уж кем, тренером, учителем физкультуры. Но для меня эта дорога была как бы закрыта однозначно, потому что... Закрыта в смысле по личным убеждениям. Да, именно по личным убеждениям. Не по настоянию? Нет, нет, нет. Потому что как-то я себя в будущем не видела спортсменкой. Мы были такие угловатые, грубые девочки. А хотелось быть совершенно какой-то другой. Ну, как все советские школьницы. Там я мечтала быть либо актрисой, либо космонавтом. Даже космонавтом? Даже космонавтом. Ну, понятное дело, что в космонавты уже как бы никак, потому как... В смысле, потому что такая песня была, таких не берут в космонавты или как? Просто потому что я не понимала, когда мне надо идти учиться на космонавта. А после 10 класса, когда я закончила 10 класс, как раз в русский драмтеатр приехала комиссия Щептинского училища. И это для меня просто было какой-то радостью, каким-то счастьем, потому что почему-то я была 100% уверена, что я попаду в это Щептинское училище. Потому что нисколько как бы не сомневалась в своем таланте драматической актрисы. Но, увы, ах, комиссия посчитала, что я не подхожу вообще. То есть они посчитали иначе? Да. Значит, твоя должность на сегодняшний день называется обозреватель при главном редакторе. Ну, для зрителя, наверное, не совсем понятно, что это такое. Вычурное, конечно, такое название. Но на самом деле имеется в виду, что задание мне дает непосредственно редактор. То есть я выполняю его задание. Ну, не знаю, может быть, какие-то более, как сказать, значимые, более сложные. Там, какие-то темы типа коррупции, там, в высших эшелонах власти, так скажем. То есть вот эти вот все события я должна отслеживать, но те, на которые мне непосредственно укажет редактор. Конечно, у меня есть как бы выбор, я могу писать на другие любые темы. Ну, а вообще, как бы должность обозревателя при главном редакторе, как бы, выглядит именно так. Иначе говоря, ты его правая рука. Ну, нет, так нельзя сказать. Ну, в каких-то вопросах. Нет, я просто исполнитель, так скажем. Хорошо. Ну, поскольку мы заговорили о журналистике и абсолютно непреднамеренно, я совершенно случайно обратил внимание просто на календарь. Наша с тобой программа выходит аккуратно в эти дни, когда, в общем-то, все отмечают праздник. Он правильно называется День информации и печати. Поэтому я хочу в твоем лице поздравить всех абсолютно, кто имеет отношение к средству массовой информации. Прежде всего, конечно, журналистов с этим праздником. И в связи с этим хочу тебе задать вопрос. Как ты на сегодняшний день оцениваешь вообще профессиональный уровень журналистики в Кыргызстане? Ну, не знаю, может быть, это не совсем правильно, как бы мне давать оценку, да, в сегодняшней журналистике. Ну, почему же? Ты же как журналист, ты же можешь... Я вообще хочу сразу сказать, чтобы тебе, может быть, было удобнее отвечать на мои вопросы, а мне было бы удобнее их задавать, а операторам было бы удобнее снимать. Давай построим с тобой так беседу. Я буду задавать все вопросы, ну, в общем-то, которые считаю нужным. Если в какой-то момент ты поймешь, что, ну, они для тебя как-то, ну, достаточно провокационные, мы будем просто переходить к следующему вопросу. Это просто облегчит вопрос. Хорошо, я поняла. Вырезки каких-то там определенных моментов. То есть о профессиональной журналистике ты как-то, ну... Нет, я могу сказать, конечно, свое личное мнение, но я считаю, что, как бы, сейчас, в данный момент в журналистике я не буду говорить, там, за телевидение, за радио, за интернет, потому что я газетчик, я скажу, как бы, там, о той среде, в которой я общаюсь, да, людей, которые я знаю, как они работают и все. Мне кажется, что на сегодняшний момент, ну, как бы, в профессиональном, как бы, профессиональной части, или как это назвать, профессионализме, сейчас, ну, единица журналистов, которые реально могут назвать себя журналистами, как бы, профессиональными журналистами. И причем это, конечно, те люди, у которых были еще в советское время наставники типа Козлинского, типа Запольского. Те, которые могли, умели и хотели работать с молодежью. Наверное, я все-таки немножко неправильно задал вопрос. Или, может быть, немножко по-разному оцениваю профессиональную журналистику. В моем понятии профессиональный журналист – это тот журналист, неважно, будь он там семь пядей во лбу, иметь высшее образование, ну, конечно, это очень хорошо. Потому что основное предназначение профессионального журналиста – доносить до своих зрителей, читателей, слушателей правду. Конечно. Правду. Вот я с этим подтекстом тебя хотел спросить. Существует ли на сегодняшний день профессиональная журналистика именно в этом аспекте в Киргизе? Существует. Но их реально единицы. Ну, вот это то, что… Их реально единицы. То, что я и хотел, в принципе, узнать. Тогда по-другому зайду. А можно сегодня вот с уверенностью назвать средства массовой информации, как это принято во всем мире у нас здесь, четвертые власти, которые, ну, не зависят от законодательной, исполнительной, судебной властей? То есть реально это можно вот представить, что СМИ имеют действительно четвертую власть, да? Без всякого давления, нажима и так далее. Ну, думаю, что нет. Скорее всего, нет. Ну, не потому, что, как бы, здесь нет свободы слова, да? У нас, конечно, наоборот, там приезжают россияне, они удивляются, как смело мы можем критиковать и власть там, и законопроекты, и все остальное. Ну, тут как бы двояко, что ли. Наверное, как бы, с одной стороны, можно сказать, что журналистика – это четвертая власть, потому что она формирует мнение. Теоретически. Теоретически. А практически? А практически опять, я бы назвала единицы фамилий газетчиков и единицы изданий, которые, как бы, могут претендовать на роль четвертой власти. Но у нас есть независимые СМИ? Есть, но их очень мало. Вот в прямом смысле независимые абсолютно ничего? Да, да, есть. Независимые ни от финансирования, независимые ни от рекламодателя? Нет, от рекламодателя невозможно независеть. Это просто по определению невозможно. Послушай, но все-таки вот смотри, тот, кто платит, тот заказывает музыку, ведь правильно? Нет. Так получается. Это идет речь о заказных статьях, ты хочешь сказать? Да, ну конечно. Но это уже не рекламодатели. Это совершенно разные люди. Рекламодатели – это там, вот поставил модуль, отрекламировал холодильник, я не знаю, или строительный комплекс какой-то. Вот эти люди называются рекламодателями. А заказчик статьи – это совершенно другое, то, что называется, я не знаю, черным пиаром, там, ну или просто там, как говорят, там, журналист продался, да? Да, такие вещи имеют место быть. Но почему нет? Говорят же, что журналистика – вторая древнейшая профессия. То есть к этому как бы… То есть в твоем понятии это нормальные вещи? Я не считаю, что это нормальные вещи, но если человек, если журналист, как бы, может так делать, ну то есть это его, как бы, я его не осуждаю ради бога, ну пусть он так делает, если как бы ему позволяет, там, я не знаю, может быть, это пафосно, там, его совесть, там, да, его там профессиональная этика. Так это уже получается не профессиональная этика? Ну почему нет? Ну так этика, в моем понятии, возможно, я заблуждаюсь. В том-то и дело, профессиональная этика журналиста высказывает свою объективную точку зрения, то есть, ну, по крайней мере, делиться тем, что я вот на самом деле вижу, то, что происходит. Я смотрю, я проводник между событием и между вами, ну, в данном случае читателем. Вы уже сами формируете свою точку зрения, кто прав, кто виноват, я до вас донес. Я на вас не давлю, я вам не предлагаю заказной какой-то материал. Потому что журналисту предлагают его сделать. Журналист же не ходит, не торгуется ни с кем, как на базаре. Заплатите мне денег, я про вас напишу. Да? Ну, правильно. Журналисту приходят, говорят. Журналист зависит от главного редактора. Конечно. Он зависит, ну, еще от кого-то, который диктует то, что, собственно говоря, ну, происходит. Формирует газету. Формирует газету. Вот в связи с этим у меня вопрос. А можно ли сказать, что Виктория Куренева, неангажированный журналист, объективный и всегда такой была, никогда в жизни не участвовала в никаких заказных статьях, а всегда доносила до своих читателей правду? Вот так можно сказать? Ну, я думаю, что можно. По крайней мере, я никогда не брала денег там с каких-то людей, чтобы высказать их точку зрения на страницах газеты. На самом деле, у нас за это увольняют. Это очень опасно. Потому что, по-любому, если кто-то из журналистов в нашей редакции возьмет какие-то деньги, об этом станет известно. Этого человека просто уволят. Хорошо. Были такие примеры просто. Да, да, да. Вот. И как бы, я не знаю, сколько там предлагают, да хоть за сколько, лишиться места работы, мне бы не хотелось. Но это денежный вопрос напрямую. А если мы говорим непосредственно с идеологией, ну, скажем, той газеты, которую преследуют, всегда ли ты согласна то, что ты пишешь на страницах газеты с мнением главного редактора, то, что тебе диктуется? Часто ли ты наступаешь на себя, на свою... На горло собственной песни? Безусловно. Ну, бывали такие случаи. Бывали такие случаи, когда, да, я там, наверное, думала о той или иной ситуации иначе, чем мне предлагалось написать. Но в этом случае я просто наемный работник, а как бы редакция платит мне за эту зарплату, и я должна писать так, как мне диктует редакция. То есть возвращаясь к тому, что вы начали. Независимого журналиста в нашей стране по определению быть не может. Нет, может быть. Ну, может быть, в других изданиях есть такие издания. Но не в вечернем Бишкеке. Я не буду, наверное, отвечать на этот вопрос, потому что я не могу говорить как бы за всех. Конечно, хорошо. Я могу говорить только за себя. Конечно, я не могу не коснуться вопроса, который по сей день актуален, да. Это вечерка перенесла очередное судебное разбирательство, очередной скандал, которому, кстати, некоторые поспешили приписать политический статус. Рейдерский захват. Да, и я хочу тебя в связи с этим спросить, так ли это на самом деле, поставлена уже точка во всей этой истории, или пока еще только запятая. Опять же, высказываю лично свое мнение по этой ситуации. Я опять повторюсь, что я наемный работник, и как бы в этой ситуации я старалась не лезть в гущу этих событий по одной простой причине. Как бы, что называется, редактора уходят, а работники остаются, да. Вот, потом этот спор на самом деле был между двумя конкретными определенными людьми. Я думаю, что это было, скорее всего, неправильно, когда в него хотели как бы, ну, завлечь простых рядовых сотрудников. Я думаю, что нам просто всем этого не надо было. Как сказать. Ну, в общем, я считаю, что когда там спорят люди из-за издательства, я не знаю, из-за таких вот крупных объектов, да, то рядовым сотрудникам просто надо сидеть и не влазить туда. Но ты же не поддержала вот команду Кима, хотя тебя просили об этом, что ты поддержала. Дело в том, что у меня, например, отсутствует стадное чувство. Я как бы всегда принимаю решение сама за себя. Когда люди толпой, я не знаю, бегут за колбасой или за новыми ботинками, я всегда останавливаюсь и жду, пока эта толпа как бы все это сметет. А потом я приду и посмотрю, нужна была мне эта колбаса, эти ботинки или нет. В данной конкретной ситуации я поступила точно так же, потому что я для себя решила, что я в этот спор просто не буду. Я ни за кого, ни за этих, ни за тех, да, я за себя. Я за себя, потому что я знаю, что я смогу работать при этом редакторе, при этом руководстве, да. Если другое руководство оставит меня на работе работать, как бы посчитает меня нужным им работником, значит, меня не оставят, а значит, я буду там работать так же. Там преданно, честно, как работала предыдущая. То есть я опять хочу сказать о том, что, ну, как там, когда бояре спорят, да, у холопов чубы летят. То есть, ну, не стала я в этом просто участвовать, вот и все. Я так, я посчитала, что это будет честнее. Ну, старое руководство на тебя оказывало какое-то давление, тебе угрожали. Нет. Нет, тебя попросили подписать. Ну, как бы, всех просили подписать, при этом говорилось, что это добровольное, как бы, действие. Хочешь подписывай, хочешь не подписывай. Вот, ну, я не подписала. Обращение, которое подписал практически весь коллектив. То есть вас таких, как ты, ну, совсем немного, я правильно понимаю? Ну, там, да, несколько человек. И причем так получилось, что произошло это. Мы не сговаривались. Мы там не собирали какие-то там собрания, не обсуждали это. Просто так получилось. Мы даже, как бы, ну, мы просто коллеги. Не скажу, что мы друзья. Потом мы уже узнали, что, оказывается, вот там я и еще несколько человек не подписали это обращение. Не получилось ли ситуации, что ты сейчас выглядишь, как в том фильме, свой среди чужих, чужой среди своих. То есть, как бы, ты пришла, в общем. Но, хорошо, получается, если ты не поддержала старых, то автоматически ты поддержала новых. Нет, нет, почему, не обязательно так. И опять же, я говорю о том, что для меня, как бы, важно сохранить свое место работы. И если это нормальное, там, адекватное руководство, то, в принципе, мне какая разница, с кем работать, так скажем. Если они меня ценят как профессионала, да, если они, как бы, их устраивает все, что я делаю, мне, как наемному работнику, все равно, с кем работать. Но новая команда уже сформировалась сейчас, вот, или она еще в процессе? Ну, мне кажется, что все еще в процессе, потому что, насколько мне известно, там еще не совсем, не все суды закончились. То есть, честно говоря, как бы, более конкретно я сказать ничего не могу, потому что я в это не вникаю. Но ты осталась на прежних позициях, как, вот, собственно говоря, я тебе и представил сегодня, обозреватель при главном редакторе, ничего не изменилось для тебя? Пока нет, пока нет. Ну, с нового года мы будем заключать или не заключать новые контракты, а мы посмотрим. Понятно, понятно. Вообще, раньше, как я помню, ну, работать в вечерке, это был предел журналистской мечты. Ну, для всех, потому что уж выше, круче, сильнее, с профессиональной точки зрения ничего не было. Потому что, ну, помимо гонораров, да, ты же вообще обучаешься у корифеев, у профессионалов этого жанра. Вот сейчас это уже не так, в вечерке? Ну, я не знаю, для меня это так всегда останется, потому что, как бы, нынешний мой приход в вечерку в третий раз я прихожу. То есть я, там, где-то хожу, брожу, где-то работаю, а в итоге я все равно возвращаюсь в вечерку. Для меня это всегда будет так. Ну, что касается, допустим, молодежи, я не скажу, что у них есть какое-то стремление попасть именно в вечерку. Вообще, на самом деле, я говорю, при том количестве выпускников журфаков, да, большая проблема с кадрами. Очень большая проблема с кадрами на сегодняшний день. И причем, насколько я знаю, это не только у нас в Бишкеке, там, или у нас в стране такая же тенденция. Там и в Новосибирске мои коллеги с Новосибирском не рассказывают, и московские коллеги рассказывают. То есть это повсеместно, не только здесь, да? Да, да, да. Ну, я считаю, что именно потому, что, возможно, там, я не знаю, уровень образования. Ну, конечно, естественно. Образование одно, желание, стремление совершенно на другом уровне. И ведь, ну, я даже совершенно человек не посвященный, ну, можно же так сказать, что раньше, ну, каждый номер в вечернего Бишкека, это было событие, все как-то ожидали, вчитывались, читали. То есть сейчас, ну, скажем так, интерес все-таки уже поугас. Да, читающая аудитория просто сильно сузилась. Ну, и молодежь, которая пришла на профессиональном уровне, все равно ведь проигрывает, правильно? Ну, дело в том, что вот я заметила, что у них просто нет каких-то амбиций, что ли. Вот у нас, допустим, когда мы работали в том же Комсомольце Киргизии, сейчас мало кто помнит об этой газете, но это была замечательная молодежная газета. Я помню, прекрасно помню, да. Вот, и мы были примерно все одного возраста там. И это вот такой был, ну, драйв, что ли, да. Когда у нас там была какая-то, мы могли дружить, могли там близко дружить. Но при этом между нами была какая-то конкуренция, она здоровая была, естественно. Вот, то есть, я не знаю, хотелось больше написать, интереснее написать, там, найти какого-то интересного собеседника, человека, чтобы вот как бы быть автором статьи о нем, а сейчас этого нету, нету вот этой амбициозности, да, которая должна присутствовать, я считаю, в каждом журналисте, особенно начинающем, чтобы все время себя там подгонять, да, все время себя, я не знаю, быть лучшим. Просто нету. Даже если кто-то приходит, он, ну, да, написал, ну, да, вышло, ну, и что. А я помню, когда у меня впервые вышла там заметка в вечерке, она была еще тогда большого формата, формат А2, и на первой полосе под шапкой вечерней фрунзе вышла моя там небольшая заметка моей учительницы по физике. У меня отец, были раньше такие автоматы, где кидаешь две копейки, нажимаешь, и газета вылетает. Да, конечно, я помню. Вот он обошел там три или четыре автомата, которые были в округе там. Все. Да, и все эти газеты просто там забрал, скупил и все такое. То есть это реально был праздник, это реальная была там гордость за меня, что вот я это сделала. Ну, тут еще, видишь, очень существенный аспект, который не стоит списывать со счетов, все-таки совсем другое время. Технологии, интернет, который постепенно вытесняет газеты, от этого никуда не денешься. Как в том фильме, помнишь, «Москва слезам не верит», все рано или поздно исчез, останется только телевидение. Поэтому я вас попрошу, все, кто смотрит нас по телевидению, не уходите далеко, сейчас будет немного рекламы, а потом мы обязательно продолжим. Закончилась реклама, мы продолжаем. Напомню, что сегодня у меня в гостях известный журналист Виктория Куренева, журналист «Вечернего Бишкека». Ну вот еще буквально несколько вопросов, вечерка и пойдем дальше. Можно ли вот с уверенностью сказать на сегодняшний день, что «Вечерний Бишкек» по-прежнему самая читаемая газета, газета номер один, а журналистские статьи в ней правдивые, беспристрастные? Или, иначе говоря, вообще, сколько в процентном соотношении правды сегодня в статьях «Вечернего Бишкека»? Володя, вопрос, конечно, провокционный совершенно. Да, я предупреждал, конечно. Но дело в том, что, ну как бы, как сказать? Ну? Ну вот сам ты за свой дом, за свою семью. Да. Ты же будешь стоять горой, как бы там ни было. Поэтому я тебе сказал, ты можешь на этот вопрос не отвечать. Нет, я могу ответить. Конечно. Но я отвечу однозначно, что да, действительно, это газета номер один. Так. Да, действительно, замечательные статьи правдивые. Ну, как бы, вот и все такое. Все понятно. Вот, ну да, хорошо. Ты долгое время, просто сейчас, я знаю ты тебя очень давно, и твой, так сказать, журналистский ракурс для меня не совсем обычен и привычен, типичен, как угодно назови, потому что ты начинала с освещения культуры, потом у тебя была замечательная рубрика «Жди меня», куда приходили письма от благодарных читателей. И здесь такой реверанс журналистский, совершенно в неизведанной дали и дебре. Сейчас ты, в общем-то, ответственна о формировании статей борьбы с криминалом, с коррупцией. Ну, во-первых, хочу сказать, не совсем женское это дело, да? Уж зная тебя, одаренную, с грезами о актерстве, да, девушку, вообще это не твое. Как вот это вот перевоплощение вот произошло? Ну, для меня тоже это большая загадка до сих пор, на самом деле. Действительно, как бы, начиналось культурных тем, потом были, значит, темы там о судьбах людей, так сказать, какие-то мелодраматические, что ли. Действительно, была рубрика «Жди меня», которая три года просуществовала в газете «Вечерний Бишкек» и, в общем-то, пользовалась невероятной популярностью среди читателей. Нынешний мой приход в 2006 году, получилось так, что, опять же, там была пересмена руководства в «Вечерке», мне пришлось уйти из газеты. И только в 2012-м я туда вернулась. То есть 6 лет как бы я занималась журналистикой, но околожурналистскими делами, там, всем чем угодно, но не газетной журналистикой. И когда я в 2012 году пришла, значит, в январе месяце опять в «Вечерку» на собеседование с редактором, он сказал, ну, что ты там собираешься делать, что будешь писать? Я говорю, ну, как, что? Я такая замечательная, я так замечательно разговариваю с артистами, которые приезжают. Там, я это люблю. Потом можно возродить ту же рубрику «Жди меня». Потому что как только мои статьи стали выходить в «Вечерке» в 2012 году, было очень много звонков, и люди просили, чтобы эта рубрика восстановилась. Ну, как-то вот не получилось ничего из этой затеи. Вот. А редактор помотал головой, сказал, нет, ты уже из всего этого выросла. В общем, уже надо браться за какие-то более серьезные темы. И эти темы будут связаны с коррупционными делами, с судебными там делами, заседаниями, ОПГ и все, что связано с криминалом. Послушай, ну вот, не только я, но и любой вопрос, даже читайте, нужно задать. Человек, который об этом пишет, ну, как минимум, должен иметь, ну, если не юридическое образование, то, по крайней мере, что-то там понимать, да, в этом направлении. Ну, в идеале, да. Ну, да. В идеале, да. Никакого специального такого образования у меня, конечно, нет. Ну, в общем-то, думаю, что учиться там и идти куда-то в ВУЗ уже, наверное, все-таки поздновато мне. Да и, в общем-то, честно говоря, не хочется на это как бы тратить время, хотя я понимаю, что, наверное, это было бы правильнее. И, конечно, когда мне поступило такое предложение от редактора, я была ошарашена, потому что я не знала ни статей Уголовного кодекса, я не знала вообще, как описывать все эти судебные процессы, с кем можно там разговаривать, можно ли подходить к адвокату, брать какие-то комментарии. То есть для меня это был реально темный лес. И тогда мне пришлось просто самообразовываться, так скажем, посредством интернета. То есть я читала какие-то статьи, очень много статей, публикаций прочитала там московских коллег, там, ну, любых коллег, которые писали на эту тему. Вот я постаралась, конечно, я не могу сказать, что я сейчас знаю все статьи Уголовного кодекса. Нет, конечно, это будет неправда. Но я знаю, где можно подсмотреть и, как бы, где можно, куда можно обратиться, так скажем, за подсказкой. Потом появилось очень много знакомых, а в дальнейшем и друзей, которые там работают в правоохранительных органах, там работают в спецслужбах, да, которые реально пошли навстречу, помогли в чем-то там разобраться, свелись с какими-то нужными людьми. Вообще объяснили, как бы, там, систему работы того же МВД, допустим, да, систему работы ГКНБ, финансовая полиция. То есть я постаралась, как бы, подружиться с большим количеством людей, которые реально могут мне прийти на помощь, там, или, как у нас говорят, слить информацию нужную, интересную, да. Иначе говоря, практика без теории сразу же. Нет, ну, теория была, но я говорю, что это, я самообразовывалась, так скажем. То есть были периоды вначале такие, что я там могла 3 часа в сутки поспать по одной простой причине, потому что мне было задано задание, которое я вообще не понимала, как это сделать, как это написать. Когда редактор мне дал впервые написать материал о том, как погиб сотрудник ДПС, которого взяли на взятки, было такое громкое дело, сотрудник ДПС повесился в камере. То есть я не знаю, там, в общем-то, полполосы мне надо было написать, это не такой большой объем для газеты. Но я эту статью писала, не знаю, 6 или 7 часов, или 8 часов, потому что я писала и не понимала, что я вообще пишу, о чем вообще речь идет, кого мне надо изобличать. То есть, опять же, это надо было сделать все очень тонко, чтобы у нас же сейчас очень модно, там, что-то кто-то прочитал о себе, да, правда-неправда бегут в суд. То есть это тоже не есть хорошо, когда на редакцию подают в суд, потому что это много времени отнимает, это много нервов отнимает, да, все эти вот судебные разбирательства. На тебя лично подавали в суд? Да, конечно, подавали несколько раз. Ну, почему-то все дела завершались в городском суде, то есть дальше уже по инстанциям не шли те люди, которые подавали в суд. Ну, просто у каждого человека, у журналиста тоже есть инстинкт самосохранения, а у девушки у стимпачи. Я вот тебе хочу спросить, ну, то, чем ты занимаешься, конечно, это подразумевает обратную сторону, это и угрозы, наверняка, какие-то, которые наверняка были, я не знаю. Да, были. Угрозы, в том числе, и физической расправы. Тоже было? Ну, как бы физическое, до физической расправы не доходило, но были угрозы по телефону, а когда я писала о подпольных казино, там в статье прозвучало несколько фамилий, как бы ребята от этих людей потом приходили и предупреждали. Там, не напишешь опровержения, или напишешь, что это все как бы неправда, то, возможно, физические расправы. То есть, ну, была у меня одна публикация, не буду рассказывать, о чем она была, кто там фигурировал, но мне реально пришлось как бы обратиться к нашим доблестным чекистам, предупредить их, что вот как бы такие угрозы имеют место быть. И на что они, кстати, сотрудники спецслужбы, в общем-то, откликнулись, они сказали, ну, давай мы тебя какое-то время будем сопровождать там на работу и после работы. Вот, от чего я, конечно, отказалась, по причине того, что это неудобно на самом деле. А чего? Диапи-персона, почему нет? Да, ну, было очень приятно, что реально наши, как бы, сотрудники НКВД... НКВД. Ты на меня смотришь, правда, у тебя уже просто, да, оговорка по Фрейду, допрос в НКВД. В общем, сотрудники Госслужбы национальной безопасности, в общем-то, так относятся к журналистам местным. Да-да. Ну, это очень, как бы, было приятно. Это как-то сказало, что больше, собственно, и ты ничем и не хочешь заниматься в дальнейшем, то есть тот жанр журналистики, в котором ты сейчас уже чувствуешь себя достаточно вольготно, больше тебе ничего в жизни и не нужно. Ну, я могу, почему? Я могу написать также на тему культуры, да? Ну, конечно. Там приезжают, опять же, артисты, я хожу, там, я очень люблю, по-прежнему, театр, несмотря на то, что он меня, как бы, к себе не принял. Вот, я с удовольствием смотрю там и местные какие-то спектакли, и, конечно, заезжие я не пропускаю, потому что, ну, это очень редко, и это, ну, я там очень хорошо отдыхаю. Ну, а потом ведь немногие зрители знают, и твои читатели, то, что ты непосредственно привозила сама артистов, имела свой продюсерский центр. Да, был такой период в моей жизни. Вот скажи, пожалуйста, это с коммерцией, потому что вот многие говорят, ну, культурная жизнь в столице ниже Плинтуса, каких-то театральных постановок заезжих, московских, санкт-петербургских практически нет. Почему никто этим не занимается? Ну, реально, с точки зрения коммерческой, это не совсем выгодно. Не может человек постоянно вкладывать свои деньги в это предприятие, правильно? А ты вкладывала свои деньги, когда привозила? Нет, нет, конечно, нет, у меня не было никогда таких денег, то есть я искала, естественно, спонсоров, приходилось много, достаточно работы для того, чтобы привезти тот или иной, там, установку какую-то в Бишкек, это реально очень тяжелый труд, потому что платить приходится за все, начиная с аренды зала, заканчивая билетами на самолет, и, в общем-то, если за все платить, то это вырастает очень такая недетская сумма. Поэтому где-то приходилось там на бартер работать с кем-то, да, то есть они предоставляют, люди какие-то предоставляют билеты на самолет, они, значит, в рекламных роликах, там, в роликах, на счетах стоит их логотип. И то есть до поры до времени, как бы, ну, можно было договариваться, находить деньги и работать в этой сфере. Но поскольку, ты сам знаешь, рынок рекламный у нас не такой большой, вот, и, как бы, может быть, кто-то посчитал там, ну, невыгодно им рекламироваться, там, пиариться, да, в таком ракурсе. Ну, то есть постепенно-постепенно заниматься этим стало... Невыгодно. ...тяжело. В первую очередь тяжело. И невыгодно тоже. Потому что реально ты там, люди ходили, люди хотели, люди просили. Ну, как правило, там полгорода знакомых сидят, да, которые получили пригласительный билет. И только ползала, допустим, продано. И за эти ползала ты просто не закроешь все эти счета, которые надо закрыть. Я сейчас тебе задам вопрос, который, в принципе, но не входит вообще в мои правила. Я никогда не распространяюсь на тему личной жизни людей. Но все-таки я тебе его задам, а ты уж как сочтешь нужным ответить. Все-таки вот то, что ты занялась профессионально, причем, привозом артистов, ты научилась этому? Или вот человек, который в твоей жизни занимал, ну, в общем-то, не последнее место, мы сейчас говорим, Николай Марущевич Покойным, Царство Небесное. Ты известный бар, ты и театральный актер, с которым, в общем-то, у тебя были отношения. Повлиял ли Коля именно вот на этот профессиональный твой выбор? Я имею в виду в организации и вот привоза именно. Ну, безусловно, конечно. Безусловно, повлияло. В общем-то, мы с ним и познакомились-то в театре, потому что меня по-любому туда, как магнитом, магнитило. Я там постоянно была, там был замечательный служебный буфет. Да. Где можно было общаться с артистами, с художниками, со всякой там интересной, в общем, публикой, великолепная была атмосфера. Да, да, да. Чего уже, к сожалению, нет. Тогда был Владислав Пази, замечательный, совершенно, которым он просто был, я считаю, лучшим у нас, тут главрежем русского драмтеатра. Не хочу никого обижать абсолютно. Тоже, опять же, мое сугубо личное мнение. Вот. И, безусловно, да, когда Николай, одно время у Николая был продюсерский центр, он занимался привозом артистов. Кстати, у всех у них, практически у всех у них, я брала интервью, это было очень удобно, это такой был семейный подряд, так скажем. Вот. Но потом в какой-то момент он перестал этим заниматься, и, конечно, его навыки не пригодились. Ну и прежде чем перейти к Блицу, ну, просто не могу не задать вопрос, ну, что вообще многие, когда ты уходила, был период времени из вечернего Бишкека, тебя уже связывали с гламуром этого города, потому что ты была главным редактором самого гламурного по тем временам, а может быть и вообще по всем временам, в Бишкеке журнала «Глосс». Да. Скучаешь по станку? Скучаю. Я никогда до этого вообще никогда не работала в глянце, то есть я как бы, несмотря на то, что я человек творческий, я общалась там во всяких разных абсолютно кругах, но как бы к гламуру я себя, с гламуром никогда не ассоциировала вообще. То есть, ну, бывшая спортсменка. То есть этим все сказано, я думаю. Вот. И так получилось, что, да, в какой-то период времени в моей жизни появился глянец, в моей жизни появилась совершенно замечательная работодательница, вот, с которой было не просто хорошо работать, это было супер работать. То, что все, что надо было для глянца, у меня было. Там студии, лучшие фотографы, лучшие модели, там, ну, все, что можно пожелать. Я думаю, человек, который, ну, как бы не скупился на все это, да, он получал хороший, классный, замечательный продукт. Это совершенно, конечно, другая журналистика. Скорее всего, это не журналистика. Это такая вот чудесная, замечательная, красивая обертка, да. Там можно было не читать текст, там можно было просто разглядывать хорошие картинки. Ну, тебя это увлекало? Меня это увлекало, правда. То есть, можно сказать с уверенностью, что Виктория Куренева многостаночная. Культура, гламур, криминал. Да, можно. Да, блиц, несколько вопросов, на которые прошу ответить по возможности достаточно кратко. Как-то сказал известный британский журналист и публицист Дэвид Рэндалл, гениально он сказал, ну, не знаю, как ты считаешь, журналист – это самый трудолюбивый лентяй на свете. Согласна ты с этим? Согласна, да. Есть ли сегодня в Кыргызстане политик, заслуживающий твоего уважения? Есть, но можно я не буду называть его фамилию? Пожалуйста, конечно. Что тебе в твоей внешности не нравится? Ну, не знаю даже, у меня уже такой возраст, что, наверное, мне нравится все. Прекрасно. Богатство или вечная молодость? Что ты выберешь? Вечную молодость. Понятно. В чем твоя самая большая победа над собой? Ну, что я все-таки смогла вернуться в вечерку. Твой самый главный недостаток? Ну, наверное, может быть, природная лень где-то мешает. Ты же журналист, как мы по рендалу выяснили, да? Известный человек из ныне живущих, у которого ты бы больше всего хотела взять интервью? Ну, не знаю, может быть, кому-то еще станет смешно, но это артист Сергей Безруков. Да, я знаю, что ты как-то до сих пор, я думаю, уже все это ушло назад, не до сих пор как-то, да? Понимаю. Страна, которую тебе бы хотелось посетить больше всего в жизни? Ну, просто посетить? Да. Съездить? Ну, в некоторых, знаешь, Франции, в некоторых там, Австралии. Не знаю, я бы хотела съездить в Китай очень сильно. Чего ты больше всего в жизни боишься? Боюсь, наверное, ну, как сейчас сформулирую. Ой, сейчас скажу. Показаться непрофессионалом своего дела. Какой из человеческих грехов ты прощаешь легче всего? Ну, я думаю, что я могу простить все, в принципе. Ну, кроме, наверное, предательства. Твой идеал мужской красоты. Это он, да? Это конечно. Сергей Безруков? Нет, нет, нет. Просто маловато. Да? Да. Вот такой бы, но повыше. Понятно. В общем, голубоглазый, высокий блогин. То есть Безрукова есть куда расти. Да. Во всех смыслах это слово. Как часто в жизни при вынужденных обстоятельствах тебе приходилось идти на сделку с совестью? Ну, не часто. Служебная ошибка, о которой ты больше всего сожалеешь? Служебная ошибка? Ну, даже не знаю. Сейчас быстро просто не вспомню. Наверное. Хорошо. Ты веришь в женскую дружбу? Ну, наверное, да. Да, как-то не уверена. Ты веришь, что истинные браки заключаются на небесах? Нет. Чего ты никогда не простишь? Лицемерия, наверное. Это была Виктория Куренева. Прежде чем с вами попрощаться, как всегда, вопрос от героя программы для зрителей, где сегодня мы разыграем великолепную книгу, которую принесла моя собеседница. Называется она «В круге втором откровения первой жены Солженицына». В общем, мне очень нравится, что мы разыграем великолепные книжки. И вот твоя книга подтверждения этому победитель получит, который ответит на твой вопрос. Да. Вопрос у меня такой, связанный опять же с моим любимым изданием «Вечерний пешкек». День рождения Вечерки, 1974 год. И вот сразу в конце 70-х, начало 80-х у газеты было неформальное название. Вопрос такой, что это было за название и почему? Итак, номер телефона на экране 0543 15 12 13. Мы принимаем только ваше СМС. Человек, который пришлет вариант первой правильной СМС-кой, тот и получит эту замечательную книгу. Решетовская автор «В круге втором откровения первой жены Солженицына». Напомню еще раз вопрос, как неформально называлась газета «Вечерний фрунзе» в 70-х годах. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Я искренне желаю, чтобы все у тебя в профессиональном плане только расширялось. И надеюсь, что в самом ближайшем будущем нас ждут твои самые увлекательные, разоблачающие статьи. Буду стараться. Спасибо. И вам спасибо, что вы нас смотрели. Увидимся на следующей неделе.